Добрый день, дорогие болельщики Одесского Черноморца. Мы продолжаем подводить итоги 2019 года. Сейчас мы находимся на улице Архитекторской, на учебно-тренировочной базе Одесского Черноморца. И с нами сегодня тренер с Дюшор Ю-16, Чекотилин Геннадий Анатольевич. Добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о том, как прошла первая часть чемпионата непосредственно для вашей команды. Чтобы дать полную оценку первому кругу, наверное, можно разбить на несколько этапов. Первый – это дать оценку индивидуальным качествам развития игроков. Это командной игре и непосредственно результату. Что касается индивидуального развития игроков, то, безусловно, первый круг показал, что ребята прогрессируют, обращают на себя внимание. Есть ребята, которые и в сборную попадают, и тренируются со второй командой. Поэтому здесь можно только положительную дать оценку в этом направлении. Что касается командной игры, то, если сравнить, к примеру, предыдущие наши выступления Ю-14 и Ю-15, то немножко недоволен я тем, как мы играли в обороне. Потому что то количество мячей, которые мы пропустили, но, скажем так, по Ю-14 мы пропустили 15 мячей, то сейчас за первый круг 17 мячей. И поэтому в этом направлении придется нам немножко поработать, чтобы улучшить, скажем так, этот элемент игры. И что касается непосредственного самого результата, это место, которое мы заняли, оно на сегодняшний день седьмое. По сути, это, можно сказать, не совсем удачно мы выступили. Но если более детально к этому подойти, то мы провалили одну игру, это с Киевским Динамо, где проиграли там по всем вариантам. И две игры, где мы сыграли не совсем сильными командами, не совсем удачно. Это Ворскла-Полтава, мы проиграли дома 2-1, ведя в счете 1-0. И то же самое Арсенал-Киев, ведя в счете 1-0, мы проиграли 2-1. Это команды заведомо где-то немножко слабее, чем мы, поэтому вот эти шесть очков нам не хватает. До третьего места на сегодняшний день у нас отрыв шесть очков. Это не так много, учитывая, что на третьем месте Барса Сума, у нас первая игра второго круга с этой командой. Поэтому, я думаю, те семь игр, которые остались, именно в турнирном положении можно изменить эту ситуацию. Вы сыграли в Ничью 2-2 с Донецким Шахтером и была победа над Днепром. Можете немного детальнее рассказать непосредственно об этих играх, за счет чего был добыт такой результат? Ну, эти команды, вот я считаю, в нашей группе есть три команды, которые всегда интересно играть, которые представляют интерес особый, как для меня, как для тренера, так и для моих игроков. Это Шахтер, это Динамо и Днепр. И, безусловно, мы впервые в этом чемпионате сыграли два раза в Ничью с Шахтером. Поэтому, наверное, это один из самых положительных моментов по истечению этого круга, где действительно видно во всем направлении, да, где мы берем и индивидуальные действия игроков, и командные, и групповые взаимодействия, что на фоне этих команд, особенно Шахтера. Шахтер у нас является чемпионом. Два года эта команда, где 10 игроков представляют национальную сборную. Ну, это вполне заслуженно, потому что действительно команда по всем характеристикам, лучшие ребята собраны. И именно в этих играх нам действительно удалось достучаться до ребят, чтобы они поверили в себя и показали, наверное, тот потенциал, который я у них вижу. Тут, я думаю, наверное, если говорить за счет чего удалось это сделать, наверное, за счет именно психологического резерва. Они верили в себя в этих играх, были настойчивы, агрессивны. То есть, можно сказать, что мы наконец-то пришли к тому состоянию, где абсолютно не было никакой боязни соперника. Поэтому и впоследствии был добыт такой результат. Что касается, конечно, киевского «Динамо», то там есть факторы, которые непосредственно повлияли на эту игру. В этот период у нас ребята уезжали в сборную, они приехали, получили травмы, поэтому где-то мы в неоптимальном составе вышли. И плюс, конечно, именно психологически не удалось, опять же, выйти на тот уровень, чтобы составить им конкуренцию. Что касается игры с «Днепром», то уже вторую игру подряд мы обыграем 4-1. И причем выглядим очень убедительно. Если в начале по Ю-14-15, то это были абсолютно равные игры, и нам не удавалось доминировать именно с этими командами, то в этом чемпионате, прошлый чемпионат, наконец-то я очень доволен, что мы вышли на тот уровень, что уже доминируем с этой командой и выиграем по игре, по индивидуальным качествам, по игрокам. Потому что если сегодня оценивать просто результат, я думаю, это неправильно, потому что все-таки детский футбол, тут в основном нужно оценивать индивидуальное развитие, потому что дальше будут двигаться игроки, которые, конечно, представляют собой какую-то ценность. Поэтому я очень рад, что именно в нашей команде есть такие ребята, которые проявляют себя, выделяются, и особенно в играх с этими командами, потому что, безусловно, индивидуальные качества игроков здесь выходят на первый план. Вы говорите, что некоторые ребята проявили себя довольно-таки неплохо, вызывали в сборную. Можете более детально по именам рассказать о ком-то, о лидерах вашей команды? Второй раз уже в сборную вызывают колодежный Владислав. Этот парень, который с Ю-14 мы его пригласили со Свиты Херсон, и он прогрессирует просто неимоверными темпами, и на сегодняшний день это является наш ведущий игрок. Он и показатель, я думаю, помимо того, что сборная, это игры вот с этими командами, которые я говорю. Это «Динамо», это «Шахтер», «Днепр». Он и «Шахтер» забивал, и выделялся. И сейчас в двух играх был одним из лучших. Поэтому, безусловно, то, что на «Горняк» обращает внимание на него, это вполне закономерно, потому что действительно у пацана хороший потенциал, и я верю, что он дальше будет так же развиваться. И сегодня есть интерес уже и со стороны «Черноморца-2» к этим ребятам. Поэтому я буду надеяться, что тенденция его развития будет и в дальнейшем. Второй игрок, который вызвали, это Мельниченко Максим. Это парень, который 2005 года рождения, играет на год младше. Но, тем не менее, по своему уровню развития, как физическом, так и интеллектуальном, он является также лидером команды. Просто если берем Колодежный, это лидер группы «Атаки», Мельниченко – это лидер средней линии. Он выполняет очень большой объем работы. И, наверное, особенность этого парня, что он любит футбол как таковой. Ему все равно, с кем играть, со взрослыми, с малышами, слабыми, сильными. Он не разделяет абсолютно. Он просто искренне любит футбол. Поэтому я очень рад за него. Мы с ним работаем достаточно много, уже, наверное, 4 года. И поэтому то, что он вышел на этот уровень, я безумно рад за него. И надеюсь, что он не остановится на достигнутом, будет дальше развиваться. Третий игрок, это у нас по Ю-14-15, играл центрального защитника Вова Мельничук. Сейчас, ввиду, что у нас были немножко кадровые проблемы, мы его перевели в опорную зону. Но, тем не менее, он очень хорошо проявляет себя как в линии обороны, так и в опорной зоне. Это лидер, это капитан команды, именно что касается игры обороны. Я хочу также отметить, помимо игровых качеств, все трое являются очень хорошими, развитыми, выделяются человеческими качествами. Это абсолютно нормальные, адекватные дети, которые, помимо того, что любят футбол, отдаются ему. И у них очень хорошая коммуникация с ребятами. Поэтому я могу сказать, что я счастлив, что есть такие ребята. Поэтому, да и вообще, если в целом я могу выделить всех ребят, которые сегодня играют у меня в команде, то отношение, которое у них к футболу, я безумно рад. Потому что, помимо тренировок, они остаются, работают над собой, над своими какими-то качествами. И они это делают не из того, что я им это говорю, а потому что они этого хотят. Они это любят, они хотят совершенствоваться, они видят уровень. Да, благодаря тому, что отдельно могу сказать, что это здорово, что мы играем с такими командами, потому что вот за этот период времени они видят свой прогресс, и они выходят на этот уровень, и в сборной, и уровень «Динамо», «Шахтера», и они видят, что они все это могут. Единственное условие, они понимают, и, наверное, удалось их убедить, что это все достигается благодаря трудолюбию. Давайте закончим на планах на 2020 год. Вы сказали, что вы немного недовольны тем, как ваша команда работала в защите. По планам в подготовительном периоде я очень рад, что руководство пошло навстречу. Мы сейчас заявимся по взрослым в зимний чемпионат, потому что вот эти проблемы, которые у нас есть в игре, там это переходы с атакки в оборону, это игра в обороне, это противодействие длинным передачам, что мы играли в товарищескую игру контрольную, и увидели, что есть проблемы в этой фазе игры. И поэтому я думаю, что за счет этого мы обязательно поднимем этот компонент, именно благодаря тем ребятам, которые старше. Потому что со сверстниками не удается, особенно в нашем регионе, найти спаррингов, которые бы составляли нам бы такую конкуренцию, как я хотел бы. Поэтому вот этот момент, который я очень надеюсь, что через эти игры мы улучшим все фазы игры. Это тоже очень важно, что мы прививаем ребятам игру через контроль мяча, через быстрые атаки. Что сегодня характеризует современный футбол, да, это скорость. Все делать на скорости. Поэтому в этом направлении мы будем двигаться. И сейчас я очень рад, помимо того, что осталась полная обойма, у нас ребят никто не ушел. Еще ребята придут. Есть у нас возможные приобретения. Но опять уже мы будем смотреть ребят на просмотр. И получается, я думаю, вот до середины марта мы будем играть в зимнем чемпионате. Очень надеюсь, что пойдет это на пользу. И конкретно на чемпионат, конечно, у нас задача попасть в четверку. Себе ставим такую задачу. Почему? Потому что, прежде всего, это имидж клуба. Потому что конкретно мы хотим, чтобы тренера, которые работаем здесь, чтобы уважали нашу академию, чтобы другие видели, что у нас здесь идет полноценная работа. Хотя я могу сказать, что конкурировать нам очень сложно с «Шахтером», с «Динамо», с «Днепромом». По простой причине селекция. Что у нас ребята, все 14 я взял, ребята, практически все у нас остались. И такова тенденция по всем возрастам. Поэтому мы работаем с теми ребятами, кто у нас есть. Поэтому в этом и есть сложность. Но, тем не менее, все это реально через, наверное, систему тренировок, отношения ребят. Это прийти к тому, чтобы на равных играть с такими грандами. Поэтому, безусловно, мы ставим себе задачу попасть в плей-офф, в финальную часть. И я думаю, что, если сравнить, к примеру, с прошлым годом, наша команда была достойна того, чтобы играть в финале. Но определенные факторы повлияли на это. И, тем не менее, мы отыграли 4 игры в финале. Только одну игру проиграли. Пропустили только 2 мяча в пенальти. Поэтому это хороший показатель на фоне самых сильных академий. Я думаю, что, если удастся нам выйти в финальную часть, то результат, я думаю, будет еще лучше. Поэтому в этом направлении будем работать. Что касается вашего вопроса, что нужно потягивать. Ну, это детский футбол. Здесь у нас процесс обучения идет систематически. Даже у нас нету, мы не уходим. К примеру, чемпионат закончился. У нас нету восстановительного микроцикла. Или мы не уходим в отпуск. Мы дальше обучаем детей. Наша задача их обучить для того, чтобы они имели шанс заиграть в профессиональной команде. Это основное направление. Поэтому мы работаем над всем. Я думаю, наша задача подготовить ребят в первую команду. Я желаю вам благотворной работы и реализовать все задуманное на 2020 год. Спасибо большое.